Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино» объединила не только поклонников отечественного синематографа, но и всех тех, кто любит свою страну и ее великую историю. Три года назад эта инициатива начиналась в Подмосковье с 11 площадок в 7 муниципалитетах. Сегодня ее областная география намного шире. Жители хотят кино, они хотят кино в парках, на открытых площадках, в кинотеатрах, в домах культуры. И то, что в Московской области реализуется несколько программ губернатора Московской области Андреевича Воробьева именно по благоустройству парков, по ремонту домов культуры. У нас и появилась такая возможность, чтобы жители могли прийти на «Ночь кино» в наши благоустроенные парки, в наши отремонтированные дома культуры. Оксана Косарева отметила, что именно Одинцовский парк был выбран в качестве центральной киноплощадки Подмосковья. Поэтому вполне оправданным стал приезд в наш район заслуженной артистки России, художественного руководителя Московского областного театра юного зрителя Нонны Гришаевой. Нонна Валентиновна приехала не одна, а привезла с собой группу «Замотаев бенд». Так получилось, что актриса выступала практически на разогреве у самой себя, потому что первым к показу в этот вечер был запланирован фильм «Мужчина с гарантией», в котором она исполняла главную роль. Это на самом деле единственная картина, именно вот «Полный метр», где у меня главная роль. И, как я уже сказала со сцены, мы с Сашей Олежкой, мы очень любим эту картину, именно потому что мы вложили в нее частичку своей души. Ее партнер по сцене Иван Замотаев считает, что концертное выступление перед фильмом – это всего лишь продолжение давних традиций отечественного кино. Раньше, например, советские, по крайней мере, всегда перед киносеансами были какие-то диверсменты, какие-то выступления артистов, которые работали в разных жанрах, либо это были какие-то концерты классические, эстрадные, джазовые. Поэтому мне очень радостно, что эта традиция возвращается. Отбор фильмов, показанный на акции «Ночь кино», проходил с помощью всероссийского онлайн-голосования. Зрительские симпатии однозначно на стороне отечественных картин историко-патриотической направленности. Одинцовский район также очень активно приветствует эту «Ночь кино». Более десяти киноплощадок работают в настоящее время на территории Одинцовского района. В основном показываются фильмы, как раз те, которые стали победителями всероссийского голосования фильмов «Ночь кино», ну и, конечно, другие. И отрадно заметить, что проходят творческие встречи с актерами и создателями фильма. Всего в акции «Ночь кино» в Одинцовском районе приняло участие 12 поселений и более 10 тысяч человек. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok